В лихую годину, да, много жен можно иметь. Как в лихую годину женщина может много мужей иметь. И то, и то допускалось. Вот в одной книге было написано, что раса может выжить, если будет один мужчина и несколько женщин, чем преобладать будут мужчины над женщинами по количеству. Ну, в идеале, значит, должно быть поровну. Сколько мужчин, столько и женщин, в идеале. Ну, всякое в жизни бывает. Поэтому нужно просто здравомыслие проводить, что необходимо для полноценной эволюции. Если, допустим, женщины там эпидемии, перемерли все женщины, а каждому мужчину нужен наследник, так же? Ну и что делать? Поэтому братья, родные братья берут себе одну жену. Где еще женщин найти? И раз в год приходят к ней и делают ребенка ей. То есть при этом она родичей рожает, так или иначе, так же? Ничего не искажается. Так же? Справедливо, справедливо. Что в этом плохого? Вот у одной женщины много мужей. Кому от этого плохо? Или наоборот. Мужчины погибли где-то там на варенье. Так же? Женщин много, а мужчин мало. А наши предки так учили. Если женщина лишается опеки мужчины, она становится беспутной. Ударяется в блуд, появляется недобродетельное потомство, и общество погибает. Нам нужно, чтобы наш род погиб? Нет. Поэтому мы всех должны женщин под опеку держать. А женщины должны рожать. То есть это их долг, их обязанность. Если они не рожают, у них нет эволюции. Так же? Потому что что делать? Приходится несколько жен брать. Но это не говорит, что там повальный грек должен такой быть. В идеале это у каждой жены свой дом, должен быть свое хозяйство. И пусть она там спокойно занимается. Кому от этого плохо? Всем хорошо. Если они дважды рожденные, тогда они в одном доме могут быть. Но это дозволяется только дважды рожденные. Чтобы они не искажали энергетикой, ревностью там какой-то, глупостью своими бабскими. Если они нормальные люди, богини, тогда им можно вместе жить. Тогда они друг друга помогают. Но если ты Гопи-Лила читал, там же все это описывается. Это самая мистическая литература ведов. Дважды рожденных и единочные рожденные. Есть же единочные рожденные. Дух или душа, которая дается единственный шанс воплотиться в человеческом теле только один раз. Такие случаи бывают. Я не слышал. Раньше, когда наши жили несколько тысяч лет, они за один присед и сдавали экзамены. Им не нужно было второй раз. Потому что они сохраняли свое тело и могли жить столько, сколько захотят. Тогда они сдавали экзамены и уходили. Как легенда, да? Страна гиперборея, где человек живет столько, сколько уходит. Мы так запрограммированы природой, чтобы жить столько, сколько пожелаем. То есть у нас нет ограничений никаких. И экзамены сдавались? Да. Когда сдавались, у нас свободен человек становится. Естественно. Чтобы сдать так экзамен, нужно стать аристократом. Аристократ – это арий в сто крат. Это аристократ, он имеет возможность справиться со ста женщинами. То есть у него может быть сотня, другая женщина. Не усмирить, а всем дать возможность полноценной эволюции. Вот тогда это аристократ, аристократ. Вот ему тогда дозволяется много жёнства. Тогда это ему не повредит, а женщинам только на пользу пойдёт. Потому что, где-то говорится, всегда женщина сильнее мужчины. Потому что женщина вода, а мужчина огонь. И видо говорится, достаточно и одной женщины, чтобы свести мужчину в могилу. Если он не умеет правильно пользоваться силой женщины, она его потушит. Она его уничтожит. Вот поэтому ему и нужно аристократами становиться. И если аристократ, значит у него энергии в сто раз больше, чем у обыкновенного мужчины. Вот какого он ребёнка зачнёт? Какая женщина откажется от такого мужчины? Так же? Потому что всем выгодно аристократы. Ладно, пусть там ещё в 99-м жён. Зато она получит такого ребёнка. Такого не аристократ не сможет ей дать. Выгодно женщину? Выгодно. Поэтому это на взаимовыгодных условиях всё это было. Тем более, что вспомнили это Гопи Лила. То есть все на Гопи, значит, Радхи отдавали всю свою силу, энергию. То есть они представляли, что она, они, это она. Так же? Вот это как раз и было и на свадьбе всё проводилось. Это Гопи Лила. Когда все женщины, они на самом деле становились именно этой девушкой в эту ночь. То есть они объединяли энергетику. Конечно. Вот это вот и тайна вот этого писания на самом деле. А не ночью, значит, надо было? У нас благоприятное время. Это могло быть и днём, и ночью. Это смотря, какую душу притягивает. То есть что нужно было притянуть. На самом деле уже живатма вошла в определённую сперматозоиду. А все остальные сперматозоиды, это его команда, которая позволяет ему достичь целым и невредимым. Они путь расчищают, там, уничтожают, там, всех вирусов, микробов по пути, там. Его подталкивают. И самое главное, вот учёные до сих пор не знают, каким образом сперматозоид может сквозь ополочку яйцеклетки проникнуть. Она же твёрдая, плотная, там дырочек нет никаких. У него же головка такая большая. Это не вер, что вокруг яйцеклетки, они могут уже заснять, это же электронным микросопом. Сперматозоиды обрепливают эту яйцеклетку, там, жгутики там вращают свои. И потом хлоп, смотрят, уже какой-то один там, внутри находится. И хвостик у него творится, так же? Да, почему именно один? Да. А ничего здесь все... Все своя, не знают как еще. А просто все сперматозоиды, они на самом деле, вот если взять цвет папоротника, структуру, да? Вот они вот по вот этим узловым местам, все они становятся, начинают жгутики вращать в такую, в определенном порядке, что материальность вот в точке вот этого вот мандалы, она раздвигается. И появляется возможность проникнуть сквозь мембрану. И главное становится именно в этот центр, а все остальные как рой. У них общая цель, чтобы именно вот этого провести. И у них главное уже есть. И они помогают, не враждуют, а помогают все это. Вот точно так же и в семье. Если много жен есть, все жены понимают, что выгодно, чтобы эта женщина зачала. Если мы искренне, честно, ее сейчас на полевом уровне поддержим, то она воплотит Бога. Но когда моя очередь придет, и муж придет ко мне, то все остальные женщины точно так же мне помогут. Они дадут свою силу, и я могу воплотить Бога. Это выгодно всем. Вот это и есть дважды рожден, которые все понимают выгоды. А у современных женщин их нельзя вместе сводить. У них ревность, амбиции, тщеславие, глупости эти, тараканы в голове какие-то женские объявят. Их нельзя вместе сводить, это только вред будет. Но раньше это допускалось. И это было благо всем. Это сейчас это делать нельзя, только навредить там. А раньше можно было. Поведем. Да, к сожалению. Мужчина не соответствующая, а не память потом. Ну, естественно. Поэтому нужно быть настоящими мужчинами, настоящими женщинами. Вот восстановим культуру, когда у нас будут пляски, танцы, хороводы. Вот вы на вечерах, бывал кто-нибудь на вечерах? Танцует у вас метелицу? Да, в разных уровнях. О, вот где обмен половой энергии идет. Вот мне говорят, не русский человек, он просто не может выдержать это. Вот приходят к ним, там тварь какая-то. А даже один танец не выдерживает. Просто отвалится, не выдерживает. Потому что, ну, смысл какой? Ты приходишь со своей девушкой, и каждый парами приходит. И потом все эти пары, значит, каждый мужчина должен со всеми девушками протанцевать, прокрутить энергию. И там в общем в таком темпе хороший, и раскрутка идет. Все. Это нужно со всеми протанцевать, да несколько раз. Потом опять к своей возвращать, с ней прокручиваешь. Потом еще раз качиваешься со всеми, по очереди. А потом со своей. Представляете, там обмен какой идет. Вот наши предки там пахали, там целый день. А вечером, на вечеры, знаете, пляски, танцы, хороводы, а утром все как огурчики. Никакой зарядки не нужно, не нужно там штанги таскать, ничего. То есть, все, вот так можно накачаться силой, что с утра уже можно быть заряженными полностью. Правильно я говорю? Вот, вот это наша культура. Вопрос от Парамеи. Драйвель Дагор. Меня очень волнует вопрос. Во многих лекциях я не раз слышала о том, что женщина это лодочка, а мужчина это тот, кто находится в этой лодочке. Из этого можно сделать вывод, что по нашему мировоззрению на Руси множество не было вообще. А, многоженство не было вообще. Ведь если проявить травомыслие, то любому понятно, что одной попой в двух лодочках не усидишь, а уж тем более в трех. Ведь так? Тогда почему сейчас славянство так рьяно пропагандирует многоженство? Это делается намеренно, чтобы посеять разврат или я чего-то не понимаю? И какие души рождаются в таких семьях, где есть ревность, боль и скрытое страдание женщин? Разве толерантность можно... Простите. Разве толерантность и можно зачать добродетельное потомство? Ну, многоженство допускается только для тех, кто готов к этому. То есть, до дважды рожденных. Если женщина не может победить свою ревность, ей нечего в такой семье делать. Понятное дело, семья будет только разрушаться. А так, какая лодка более устойчивая? Двумаран или тримаран? Какая более устойчивая? У лодки два корпуса или три? Или один? Какая будет устойчивая? А если 10 корпусов, а если 100 корпусов, такая точно не потонет. Может, одна лодка такая надежная. Прост от Марины. Обязательно ли женщинам замуж выходить? Мужчин не хватает и много женщин одиноких. Им что делать? Разжить складывается, что не получается замуж выйти и родить детей. Можно ли найти учителя, который научит кундалини поднимать, медитировать, обретать сетхи и прочее? Это муж должен учить. Рано или поздно придется женщинам ратовать за гаремы. За многоженство. Когда они осознают выгоду всего этого, тогда мы изменим отношения. И все женщины будут под опекой. Все женщины будут мужей иметь, и будут рожать нормально, и тогда эволюция развивается. В Ведах написано, что женщина достигает совершенства через чадо-родие. Это не какой-то там кундалини. Просто раньше у нас еще и допускалось много женства. А все даже женщины выбирают. Но представьте, если я женщина, я смотрю, хороший мужик, от него бы я рожала бы. Хорошее потомство. Хотела бы такое мужа. А он один, а уже там другая жена есть. Так же? И что, мне рожать от какого-то алкаша, ахламона, когда тут такой мужик? Я прихожу, ну что, возьми меня второй женой. Мне же это выгодно. То есть, в чем моя выгода? А жена сама понимает, что чем больше жен, тем меньше ей будет работать. Она будет старшая жена. То есть, в чем... Там тоже речи все забирают. Забирают. А ты тут скрыт его, на самом деле? Там у них и обои. Там у меня другое. Это извращений много всяких. Давайте говорить лучше о том, как нам выгоднее жить. Как нам выбираться из этой ситуации. А предки так и наши и жили. Я вот смотрю, как наши предки жили, а лучше-то и не придумаешь ничего. Это нам сейчас мозги закомпостировали там с помощью христианства, воспитания там. А давайте опыт предков брать. Это было недавно. Как лучше жить? Да вот если сейчас медленным тазиком все это накроется, это само собой произойдет. Нам предкидали заповедь. Все женщины должны быть под опекой мужчины. Если женщина решается под опеки мужчины, она неизвестно в блуд ударяется, и общество это исчезает. Так же? Мы в ответе за рот. Сейчас мужики погибнут, придется шашкой махать, так или иначе там. А женщин много. И куда их девать? И вот хочешь не хочешь, придется гарема заводить. И будешь пахать, как по покору. Вот так надеялся. Но совесть мне не позволит. Потому что я знаю, что если оставлю эту женщину, то она в блуд ударится. Она пойдет от негров, от китайцев рожать. Так же? И кирдык нашему обществу. Но это должна женщина сама же сознавать. Если я насильно буду кого-то брать, да не хочешь, и слава богу, иди. Мама свозу. Мне так так говорится, что если женщина даже приходит к священнослужителям и просит от него ребенка, он не вправе отказать ее. Потому что это по совести, это рано. Ей можно рожать. Если она одинокая. Да. А то мужик ей не прибежит, скажет, ты что-то не делал. Муж ест, ей рожай там. А если мужиков не хватает, а ей рожать нужно, а она же выбирает лучшего, что она пойдет к козлу какому-нибудь? Она идет к священнослужителям. Что? Ну, он же сейчас по сути так и есть. На джебулу сейчас. Нет, только у нас это не признается там. А в обществе она так и живет сейчас, так ли? Только старается это не афишировать. Главное, чтобы никакой лжи не было, а осознать, что это выгодно всем. У меня много знакомых, у которых по несколько жен и сейчас. И нормально живут. Ничего страшного. Они живут вместе все? А то есть как разно. И вместе, и нет, и по-всякому. Жены знают друг друга? Конечно. У меня даже брат так живет. У него жена облучилась, она в рентгенском кабинете работала, и все, и не может рожать. Она тогда ему сама сказала, ну, у них есть совместный ребенок. Она говорит, иди и ищи, кто тебя хочет в этом деле. А я не могу. Молодец. Посправедливость, посправедливость. У меня семьи есть, это такие, которые, они говорят, а что я буду рожать там, какой у меня там, все равно не мои дети будут. Мне нужна детственница. И вот такие семьи у меня есть там, что она говорит, вот бери меня замуж, а у меня вот дочка растет. Вот вырастет, возьмешь ее в жены. Воспитывай ее как жену свою, давай образование ей, вырастет. Пожалуйста, будьте второй женой. И такие семьи у меня есть. И нормально живут. Ну, то есть, ну, как бы, это же, ну, как бы, не его родная дочка, не его родная дочка, это чужая, это какая разница? Она же воспитывается, он ее конец. А не в теме, она очень знает, что это ее будущий муж. И относится как к мужу. Вот даже маленькая девочка, она как к мужу отжимается. Не как к будущему. Это для окружающих, да, она как к папе обращается там. А она знает, что это будущий суд. Потому что мы как в оккупации, приходится конспирация собираем. Но вот если бы мы были, жили бы вообще, вот и собраться, вот мы все вместе, да, или что бы, мы порицали бы вот это все. Но ты бы порицал бы, вот если бы, вот у тебя там друг бы какой-нибудь сказал, ну вот, мне нужен наследник, а где детстве не сбрать? А вот если вдова там с дочкой, вот я возьму, выращу, и будет у тебя вторая жена. Ты плевался бы на это. Я с уважением к этому отношусь. Почему нет? Это дочка в теме, да, вот это? Да, естественно. Она принимает. Естественно. Потому что мать ей сразу объяснила, что вот так и вот так. Но мать при этом живет, как жена же с этим мужчиной? Конечно, да. Только она говорит, я не хочу от тебя детей делать. Я тебя буду содержать, наряжать, ну как к жене относиться, кормить там, обучать там, защищать. А ну я не хочу от тебя рожать. Слушай, зачем мне дети, которые они от детственности? Так же? А когда ее дочь вывезти, то... Что? Ну вот она, в больницу идет дочь, она встала у нее жена. Они как? У обоих штатов жены будут? Конечно. Стоит мать и дочь. Ну и что? Ну и что? Ну как было мать этой сочкой, так и будет оставаться. Что изменит? А с кем в кроватку ложится? Ну по очереди. Дочь имела статус дочери, а потом она станет женой. Ну и что? А что они к мужчине-то? Они обе жены станут. Ну и что? С собой и так останутся мои дочки. Конечно. А что изменилось? Ну я имею в виду с точки зрения женщины, с точки зрения мужчины, ничего не изменяется. Ну и с точки зрения, если нормальная женщина, если у нее в голове все нормально, то она как относила к своей дочке и хотела счастья ее, то что она может своей дочке лучшего мужа найти? Я скажу, ты в полном. Где мужика найти? Вот этот достойный мужик. Я сама замуж за него пошла и вижу, что лучшего нет. И я мечтаю, чтобы у моей дочке вот такой муж был. И вот, пожалуйста, есть муж. Что изменилось? Если это нормальная мать... То есть когда в сердцах матушка говорит о том, что вот тебе бы такого же мужа, как мой, то я где-то в глубине там шевелится искусно. Ну, по крайней мере, вы поймите, мы должны поступать так, как нам выгодно. Так же? А если это мешают там амбиции, тщеславие, там какой-то, корысть там или глупость, то это нужно париться. Так же? Но тут нужно учитывать, что в бедах так говорится, что такие формы брака, как многоженство, допустимы только для дважды рожденных. То есть дважды рожденные, это те, кто срастили уже свою душу, это высоконравственные люди. То есть это уже асы, боги, живущие на земле. Вот это и жена, и муж имеют такое мировоззрение, и они правильно относятся к этой ситуации. А если у женщины Микина в голове, если она дождествовала себя со своим телом, и у нее страсти там, у нее там корысть какая-то, вот он ей даст, а мне нет там. Или он ее больше любит, чем меня любит. Но такие это запрещено. Потому что у них будет разрушаться психика, разрушаться энергетика будет. И им это запрещается. Если же они видят, что идет обмена половой энергии на расстоянии, они друг друга могут поддерживать и понимать выгоду такого форма семьи. Если они этого не понимают, то им это нельзя делать. Им это в обред поймут. Поэтому в будущем будут семьи создаться такие, которые уже настолько этическо-нравственные развиты, что их это искажать не будет. А если там ревность какая-то есть, глупая, жесткая, но это же с этим телом, то, конечно, и нельзя вторую жену. То есть с этого надо начинать. А потому что мы начали немножко с другого сначала. И поэтому не другое. Я говорю, что наши предки так жили по три стажа, и были наши предки. И нормально все жили, и не тужили. Просто это нужно все правильно делать. Вот если мы этих нюансов не учитываем, тогда в обреде тогда пойдет. А если люди на этом уровне эволюционного развития, то это только на благо всем.